Приветствую! Сегодня 31 октября 2023 года, 615 день широкомасштабного вторжения России в Украину. Как видите, мой собеседник сегодня Андрей Пянковский, известный политолог, который живет в Америке уже многие годы. Андрей Андреевич, рад вас приветствовать. Добрый день, Вася. В самом начале я традиционно подякую Силам обороны Украины за то, что у меня есть возможность работать и эфиры. И, конечно же, попрошу всех наших зрителей подписаться на YouTube-канал Андрея Пянковского. В описании есть ссылка на этот канал. Сделайте это прямо сейчас или по окончанию нашего интервью. Начну я с хороших новостей. Коротко пробегусь. Зенитно-ракетный комплекс С-300 поврежден в результате ракетной атаки на оккупированный Крым утром 30 октября. Жаль, что не С-400, но тоже хорошо. В России произошел взрыв на одном из крупнейших военно-промышленных заводов по выпуску взрывчатки «Урал», что в Соликамске сообщают российские пропагандистские РИО Новости. Андрей Андреевич, о вас какая новость порадовала в последние дни? Меня порадовала позиция новоизберного спикера Палаты представителей Соединенных Штатов, Майка Джонсона. Ведь предполагалось, опасения высказывались достаточно справедливые и в украинской медиа, что этот человек, ну он принадлежит, он трампист, да, и что так как другие там трамписты в Палате представители, они представили собой меньшинство среди республикантов. Ну, в лучшем случае там что-то около половины. То есть я напомню, что в целом-то ситуация в Палате очень благоприятна для Украины. Там 435 депутатов, 100% демократов всегда голосуют за финансирование Украины и как минимум половина республиканцев. То есть нам всегда обеспечено 3 четвертых. Почему вот были заминки с последним финансированием? Потому что трамписты обладали возможностью процедурной затяжки, но просто отсутствие спикера. При отсутствии спикера невозможно избрать. Вообще любой закон принять. Ну вот, очень приятно, впечатление на меня произвело большое интервью нового спикера к каналу Fox News. Его интервью, вот такой знаменитый ведущий Ханнси, такой очень близкий к Трампу. Ну и он пытался как-то развить эту тему, что вот Ирану только, и Израилу, конечно, надо помогать, а Украина, вот там, ну и все любимые мотивы российской пропаганды, которая повторяется частью полезных буржуазвездов. Это коррумпированная страна, там, знаете, эти поставки оружия может попасть на Ближний Восток. Ну мы же помним, между прочим, это, кстати, косвенно выдавало участие России вот в этой чудовищной атаке на Израиль. Они же пытались еще в первые дни развить то, что там якобы обнаружено американское оружие, которое передано Украине, а Украина вот продала его Хамаза. Но ему очень достойную лекцию произнес этот Марк Джонсон. Ну и я в последнее время, у меня часто такое ощущение во время выступлений крупных американских руководителей, вот президента Байдена, например, и вот теперь третьего человека в стране Марка Джонсон, я хотел ущипнуть себя. Не я ли писал вообще эту речь? Потому что все, они оба повторяют те тезисы, которые, ну я в том числе и в ваших эфирах в течение двух лет пропагандирую, но прежде всего внушая их американцам. Он Джексон по Пианковскому очень твердо ответил, что слушайте, мы не можем допустить успеха Путина в Украине. Мы сейчас платим деньги, да, это так, но если Путин преуспеет, он пойдет дальше, он будет угрожать странам Балтики, Польше нам уже придется платить не только деньги, нам придется платить кровью, потому что мы, выполняя свои обязанности по пятой статье НАТО, вынуждены будем с оружием в руках сражаться против Путина. Ну это немножко циничный аргумент, но для американской публики он работает, что в общем-то Украина, Украина работает сейчас, решает не только свою безопасность, она решает вопрос безопасности Соединенных Штатов. Очень хорошо, что Джонсон, став третьим человеком в государстве, придерживается этой здравой идеи. Вообще это обычное такое явление, когда человек становится уже как-то очень важной частью глобального государства, он совершенно другой ответственности начинает вести себя. Но одно дело, так сказать, в задний скамеечник парати представителей, бросающий разные популистские волны, другой человек, вводил действительно третий человек, который может оказаться завтра в Белом доме, и который испытывает полностью, обладает полнотой ответственностью за судьбу государства. Так что вот эта концепция, которую Байден в своей исторической речи к нации сформулировал, что это Путин и Хамас, Путин хочет уничтожить Россию, Хамас хочет уничтожить Израиль, эта концепция, что идет мировая война, в которой нашими союзниками является Украина и Израиль, а нашими врагами Иран и Россия, эта концепция теперь разделяется всем американским политическим классом. Ну, большой вклад внес в нее, вот я уже сказал, Мак Джексон, а очень сильно добавил вчера Путин. Вообще это 11-минутное выступление Путина, оно удивительное. Он как бы вынужден был как-то через сутки отреагировать на попытку антиеврейского погрома в Российской Федерации. Так он, собственно, призывал к продолжению этого погрома. Я напомню, что он говорил. Он говорил, когда я смотрю кадры преступления израильской военщины в Газии, у меня сжимаются кулаки и наворачиваются слезы. То есть он пришел, призывал, требовал продолжения погрома. Это абсолютно новое. Вот в Израиле, я с утра смотрел изгазские каналы, там салит возмущение по поводу того, что правительство Израиля еще никак не отреагирует на эту выходку. Но Путин сбросил уже все маски. Да, он часть вот этой коалиции зла, Иран, Иран, Россия, стоящая за ним Китай, против цивилизованного мира Соединенных Штатов и двух героических армий, сражающихся на переднем краю на двух фронтах, Израиль и Украина. И вот самый положительный итог последней недели-двух, что это видение мира стало господствующей концепцией в американском политическом классе, включая руководство обеих партий. В продолжение о выступлении Путина я добавлю немного. Путин выступил на совещании в связи с антисемитскими погромами в Дагестане. Значит, часть я приведу текста того, что он сказал. Цитирую. Надо понимать, где корень зла. Где паук, который пытается опутать своей паутиной весь мир, использует одураченных людей на территории Украины. События в Махачкале инспирированы через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины, с помощью западных спецслужб. На Украине под руководством западных покровителей пытаются инспирировать погромы в России. Я не уверен, что об этом даже знают в Штатах. Неплохо было им провести расследование, чем занимаются спецслужбы в Украине. Мрази, по-другому сказать, невозможно. Конец цитаты. Ясное дело, главная мразь, конечно, это сам Путин. Извините за такую лексику. Мы давно привыкли, что он говорит на черное-белое и наоборот. И он, и Лавров давно себе позволяют антисемитские заявления. В Москве встречают Хамас, как дорогих гостей. Ну, а виновата в погромах традиционно Украина. Да, Андрей Андреевич? Да, ну, я могу тут сказать, говори больше, говори больше. Вот вся эта его риторика, она, еще раз говорю, очень способствует объединению американского политического класса. Оно с трудом было достигнуто. Мы же, ну, слушайте, сколько мы боролись за каждую новую поставку, новую технологическую на вооружение. Была же очень упорная борьба. Ну, вот я еще раз повторю, что последний месяц там полностью доминирует уже концепция Блинкина и Остина. Кстати, сегодня Байден посылает вдвоем их, Блинкина и Остина. Это тоже беспрецедентно. Вместе на заседание Конгресса вносить его пакет финансовой помощи Израилю, Израилю и Украине. И вот это вопрос стоит уже о том, насколько Соединенные Штаты готовы будут пойти в фоксирование результатов этой войны. Потому что коалиция сложилась, конечно, гораздо более мощно, чем наши враги. Ну, и историческое решение Байдена было посылать мгновенно две авианосных группы. Я вам скажу такая статистика. За последние 10 дней иранские прокси нанесли 23 удара по американским военным. У них есть различные базы в Сирии, Ираке, на море, в Красном море, в Средиземном море. Поэтому есть все основания для ответного удара. Вот украинская аудитория знакома с моей статьей. Я еще написал, что на самом начале этого конфликта, как Запад может и обязан выиграть Четвертую мировую войну. Ну, я не буду сейчас лишний раз объяснять, почему я называю это Четвертый. Мне кажется, такая хронология, она более точна. Третью мировую войну, я считаю, холодную. И Четвертую Путин развязал для того, чтобы взять реванш за поражение СССР в Третье, так же, как Гитлер развязал вторую за поражение Германии в Первой. Так вот, я полагаю, что Израиль и Соединенные Штаты должны перехватить инициативу на Ближнем Востоке и не дожидаясь. Вот он послал теперь авианосцы, дав предупреждение их избыле и Ирану, что в случае их активного участия они столкнутся с американской мощью. Мне кажется, вот уже нужно сделать вывод, что они участвуют активным образом в этой войне, и нужно нанести два испепляющих удара. Для этого достаточно мощного американских вероносных соединений и военно-воздушных сил Израиля. Первое – это уничтожение военной структуры Хезбулы полностью. Это Израиль сам не сможет сделать в короткие сроки, а с теми ресурсами, которые там сконцентрировали американцы вполне. И это абсолютно необходимые предварительные условия для удара по Ирану. А удар по Ирану давно уже назрел. Вот мы как-то в этой сумотоке последних событий забываем об иранской ядерной программе. А ведь недавно еще Пентагон предупреждал нас, что Иран в двух неделях от первой ядерной боеголовки, две недели прошли. Собственно, Израиль давно был готов сам провести воздушный удар, уничтожающий всю ядерную структуру Ирана. Но американцы этому противостояли все время. А сейчас, я думаю, американцы будут участвовать в этом ударе, потому что явно расширяется список целей. В этом ударе нужно уничтожать не только ядерную программу, но и преступное военно-политическое руководство Ирана. Потому что оно стоит за теми преступлениями, и, собственно, за всем террором против Израиля, со стороны Хамаза, Хуситов, Хазбулы стоит Иран. И это надо бить по голове этой змеи, а не по ее щупальцам в различиях. Это решит целый ряд проблем, потому что, собственно, в этом был расчет Ирана и его агентуры, что многие задают вопрос, почему такая чудовищная жестокость была проявлена этими негодяями в атаке, а чтобы не оставить Израиля другого выхода, чтобы он вынужден был на это чудовищное надругательство над его народом, над его страной пойти на наземную операцию в Газе на уничтожение физического Хамаза и его руководства, и его боевого состава. И расчет был в это время, когда израильская армия увязнет в катакомбах Газа, нанести еще более сильный удар с севера Хазбулы. Ну, во-первых, американцы немедленно отреагировали посылкой авианосцев, а во-вторых, Израиль довольно тонко ведет эту линию. И вот сейчас как раз, еще раз повторю, по моему мнению, настало время для перехвата военной, политической и психологической инициативы союзниками Соединенными Штатами и Израилей. Тем более, что политическая атмосфера внутри Соединенных Штатов, она как раз созрела. Вот необходимость решительного отпора и победы в этой мировой войне, навязанной Соединенными Штатами, это стало двухпартийной позицией. Единственное, кто сейчас представляет опасность в Америке, это левое крыло, левое крыло демократической партии. Вот они стоят за всеми этими пропалестинскими выступлениями. И мы же видим, смотрите, вот в Сенате, в параде представителей этих левых демократов примерно 35 человек. Почему я говорю эту точную цифру? Год назад именно такое число конгрессмена подписало письмо Байдену. Они же и против Украины тоже, против помощи, против помощи Украине. Ну, тогда Байден навел порядок, через день они отозвали свое письмо, но они никуда не делись. Дело в том, наверное, в Украине заметили, что вся демократическая левая пресса, Нью-Йорк Таймс, Вашингтон-Пост, да тоже СНН в последнее время, ну, они не друзья Украины. Ну, все лето они же вели, на нас был обложен каскад статей, что да, мы сочувствуем украинцам каждой от агрессии, но видите, наступление у них захлебывалось, не удается. Да и вообще, понимаете, они никогда все равно не смогут выиграть русских, поэтому они лучше посоветовать им, порекомендовать им пойти на перемирие, заключить какое-то мирное соглашение, пойти на территориальные уступки и так далее. Эта точка зрения процветала в эти месяцы, ее пропонентами являлись два высоких чиновника, Бернс и Селиван. Ну, с тех пор произошел внутренний переворот, там сейчас все управляют, управляют Остин и Блинкен, но вот пресса осталась в руках, в руках демократической партии, по существу, я скажу прямо, она ведет сейчас по существу хамазовскую агитацию, ну, вот тоже Селиван. 24 часа эти страдания несчастного народа газы, требования прекратить бомбардировки и так далее. Но вот руководство американское, оно держится крепко, тем более, что оно сейчас подпирается республиканской партии, которая поддерживает самые жесткие меры против Ирана и его способных, и, в общем, какие бы попытки, колебания не были в демократической партии, они это мгновенно используют. И Байден это понимает, что, ну, во-первых, он искренне поддерживает Израиль и Украину, его вот эта историческая речь, она была даже очень трогательна. Я бы еще напомнил для украинской аудитории, что хотя эта речь была посвящена Израилю, там не меньше внимания было уделено Украине. Он там произнес, во-первых, там он вот все время проводил эту линию Путина, Хамас параллельно, а потом он произнес очень знаменательные слова «our principal partners Israel and Ukraine», наши главные союзники Израиля и Украины. Это новый статус для Украины. Мы же помним, что Израиль обладает официальным статусом, так называемым «major non-net ally of unity». А это СССР в Америке. Главный союзник Соединенных Штатов не член НАДО. Но фактически сейчас таким статусом обладает и Украина. Я думаю, что он будет закреплен юридически в ходе тех ведущихся формальных переговоров по результатам Министерского саммита, ведь Украина ведет двусторонние переговоры со всеми странами Большой Семерки гарантией своей безопасности. Ну вот Байден дал уже такие гарантии безопасности. Так что мы переживаем историческое время, вступают в решающие часы вот этой Четвертой мировой войны, которая определит судьбу человечества на десятилетие XXI веке. О финансовой помощи хочу поговорить чуть подробнее, тем более вот и о позиции республиканцев и демократов вы сказали. Но что интересно, лидер республиканского меньшинства в Сенате, Верхней Палате парламента США Митч МакКоннел выступает за включение помощи Украине в новый пакет финансирования, несмотря на то, что Палата представителей настаивает на отдельном пакете для Израиля. Цитирую этот момент. «Для быстрых и решительных действий, направленных на то, чтобы предотвратить дальнейшие жертвы и создать реальные последствия на тиранов, которые терроризировали народ Украины и Израиля», сказал МакКоннел. Андрей Андреевич, все-таки голосование будет проходить разными пакетами за помощь Израилю и Украине или есть еще вероятность, что одним и что это меняет для Украины? Вы знаете, я не исключаю, что, возможно, разными. Ну, потому что я уже подробно рассказал вам о точке зрения нового спикера Майкла Джонсона, но он определился как сторонник Украины. Вот замечательно вы привели слова МакКонна, ну, вот они подтверждают, вот мой основной посыл, что это американский политик, он видит это как мировую войну против двух источников зла России, России и Ирана, и жертвами этой их агрессии, союзниками, равноправными союзниками Союзного штата является Украина и Израиль. Дословно повторю вот эту мою концепцию. Я думаю, у Джонсона сложнее положение, он придерживается тех же взглядов, но он как-то должен охранять отношения даже и с той части республиканцев, но такой более трампистской. Ну, кстати, после его интервью Fox News самые оголтевые трамписты, там, ну, знаменитый, уже известный всей Украине госпожа Грин, они обрушились на него с проклятием и назвав его предателем. Ну, очень хорошо, что он предатель. Я думаю, он может бросить им такую кость, что давайте все-таки вот как-то отдельно проголосуем по Ирану и по Израилю и отдельно по Украине, но это не изменит сумму. Это не изменит, то есть сумма помощи не изменит сути. Возможно, ему придется пойти на такую тактическую уступку. Но я не знаю. Но Байден вот сегодня перешел в такое наступление, вот. Как раз перед нашей последней, что я видел в ленте новостей, что Байден направляет министра обороны и государственных взглядов в Конгресс, чтобы они лично внесли там законопроект совместный об оказании помощи. Вот тот его 100 миллиардов. Ну, посмотрим, как будет развиваться событие. Вы понимаете, это же очень хорошо, что мы сейчас обсуждаем вопрос, каким образом будет дана та очень большая помощь Украине, а не вопрос, будет ли она дана или нет. Да, с вами абсолютно согласен. Это как раз хорошая новость, да, что лишь форма, не объем и не возможность, а лишь форма, как это будет реализовано, сценарий, логистика, как хотите назовите. Главное, что эта помощь будет предоставлена. Но тут еще важно сроки все-таки не затягивать. Война идет у нас уже фактически больше, чем полтора года. Ну, что касается сроков, что средства, выделенные на этот год, они в наличии, тут нет проблем. Это в основном на будущий год. Сроки тут, а сроки, я бы сказал, не в контексте финансовой помощи, а в контексте поставок самолетов. Вот какие критические сроки. Тут, понимаете, у нас же двойственное отношение к той же Соединенным Штанам. Мы бесконечно благодарны за ту помощь, которую они оказывают, но мы не можем не вспоминать каждый раз, как ужасно она запоздала. Ведь каждый этап сопровождался борьбой. Но сейчас эта борьба закончилась. Вот Блинкин и Осин победили полностью. Два человека, которые сегодня будут представлять законопроекта о помощи Украине. И самолеты, которые изменят все на фронте. Ну, тут нет никаких политических препятствий. Все этапы сняты. Украинские летчики готовятся. Аэродромы готовятся. Ну, мы надеемся, что все это будет как можно скорее. Андрей Андреевич, хочу спросить вас. Вот если бы случилось, что Путин вдруг не проснулся, и вот те слухи, которые обсуждали последнюю неделю, действительно оказались правдой, мы бы узнали об этом? От американских спецслужб? Или, ну, дожидались бы каких-то официальных заявлений Кремля от Пескова или от кого-то еще? Ну, американская спецслужба очень хорошо информирована во всем, что происходит в Бонкере. Мы об этом убедились, мы все убедились вне предшествующих вторжения Украины. Помните, в феврале? Каждый день они сообщали. Еще даже возникло некое напряжение. Часть руководства украинского как бы раздражения испытывала, тут панику, наконец, и так далее. У них, видимо, электронные средства. Вряд ли у них есть там какой-то Штирлиц. Но если они читали в свое время переписку Меркель, то, я думаю, про Бунки они все знают. Но я не уверен, что если бы они узнали, скажем, о сценарии генерала Сервей, вряд ли, не обязательно, чтобы они сразу об этом нам сообщили. Тут уже какие-то двойные, тройные игры спецслужб. Но то, что... Во-первых, давайте в связи с этим я такой... Я сразу скажу о своем коллеге Владимир Михайловичу Соловье и аффилированном с ним Телеграм-канале. Мне он очень нравится, Телеграм-канал. Как минимум, это блестящий троллинг Путина. Я читаю всегда первым из каналов его проблемы, которые стоят перед этим бункером. Автор прекрасно представляет, и он их описывает. А то, что Путин умер сегодня или завтра, ну, это тоже создает некую реальность. Это тоже создает некую реальность. Но важно, что... Вот сам факт того, что Соловей жив до сих пор, так же, как очень долго был жив Пригожин, который явно выступал против Путина, и более того, вот многие... Большинство аналитиков неправильно прочли вообще всю философию Пригожинского мятежа. И его рассматривали как некого такого ястреба, который, ну вот, апеллирует там к российскому Зет-Быдлу, который критикует Путина за недостаточно энергичное ведение войны. Мы же... Ну, они забывают явное последнее послание Пригожина, одно за другим, в которых он резко выступал против войны в целом. Он повторял, ну, извиняюсь, я цитирую, не мы развязали эту бессмысленную... войну, когда солдаты поняли, что их послали олигархи, жирующие на рублевке, они воткнут там, порвут им задницу и так далее. А за день до своего мятежа он просто выступал как представитель Украины в Совете Безопасности. Он говорил, что... Помните эту фразу? Он говорил, что не было никакой угрозы Донбассу 22 февраля, ни от НАТО, ни от Украины. Ясно, что он был не сам. За ним стояли очень серьезные силы, в том числе и обладающие силовыми ресурсами. Ведь никто, никто его не остановил, пока он дошел, чуть не дошел до Москвы. И то же самое с Соловьем. Это показывает, что в Москве есть очень серьезная группа людей во власти, которые понимают, естественно, они же умные люди, понимают, что война проиграна. И их интересует уже не война, их интересует, как сохранить власть и свою громадную собственность в послевоенной России, в потерпевшей поражение России. Вот с этими людьми надо беседовать сейчас. Я думаю, это делает и американская, и украинская разведка. Потому что, вот, я скептически смотрю на... Я не участвую в этом. Ну, я просто по возрасту не участвую в многочисленных таких объединенных инициативах российской оппозиции, там, о дискуссии, там, КАЦ с каким-нибудь Волковым и так далее. Я телю первое правительство, постпутинское правительство России, это будут абсолютно не эти люди. Первая постпутинская Россия, это будут законченные негодяи, какие-то люди из окружения Путина, которые поймут, что надо заканчивать войну, и Путин как-то не проснулся. И вот с этими людьми надо сейчас уже говорить. А они что хотят? Они готовы, как я полагаю, по-серьезному выйти из войны, то есть отвезти российские войска на линию 91-го года. Но для этого им надо первое. Им нужен иммунитет от судебного преследования. Вот военный преступник будет Путин, а они вот спасли как бы человечество. Ну, нужны какие-то гарантии, я не знаю, там, по собственности. То есть есть о чем разговаривать. Я надеюсь, что украинские спецслужбы и американские спецслужбы с ними разговаривают. У меня, например, сегодня встреча с одним крупным европейским деятелем, бывшим премьер-министром одной из прибортийских государств, где мы будем обсуждать те же самые темы. Андрей Андреевич, буду вас благодарить. Спасибо большое за интересный, как всегда, содержательный и полезный разговор. Уважаемые зрители, еще раз напомню, в обязательном порядке прямо сейчас подписаться на YouTube-канал Андрея Пьянковского. Спасибо, Василий. И я надеюсь, что следующая встреча будет еще более интересной. Очень в это верю и надеюсь. Дякую вам. Дорогие зрители, берегите себя. Все будет Украина. И, конечно, пользуясь случаем, я хочу напомнить, что мы продолжаем сбор на дроны для сбройных сил Украины. Будь ласка, вы можете присоединиться. QR-код вы видите на экране. В описании под этим видео есть ссылка на банку, где мы собираем на дроны для ЗСУ. Давайте приближать нашу победу вместе. Слава Украине, героям слава. Дякую. До зустрічі. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова